Геоэкономическое значение Азербайджана Американского центра экономических и стратегических исследований, расположенного в штате Висконсин, США, американский политолог Питер Тейс. Наш собеседник перечислил основные моменты, прошедшие 15 июля трехсторонней встречи. Азербайджан разъяснил основополагающие принципы мира и стабильности в Кавказском регионе. Процесс разминирования на суверенной территории Азербайджана – еще одна тема, затронутая в беседах. Обсуждено дорожное сообщение между западными районами Азербайджана и Нахчеваном. Открытие Зангизурского коридора превратит Азербайджан в главный геоэкономический центр Европы и Азии. В центре внимания также оказалась ненадежность армянского режима выполнять ранее взятые на себя обязательства, отметил он. По мнению американского эксперта, Брюссель и все институты ЕС становятся более ощутимыми, заслуживающими доверия и проявляют непосредственный интерес, растущую склонность к разрешению конфликта Азербайджана и Армении. С другой стороны, Вашингтон продолжает сохранять дистанцию, в то время как Москва слишком занята войной в Украине и своими территориальными претензиями к Японии. На мой взгляд, ни Франция, ни Германия не нужны сегодня в качестве посредников. Другие участники в рамках структур Европейского Союза и Европейской комиссии должны играть более активную роль. Среди них можно отнести такие страны, как Хорватия, Италия, Швейцария и Нидерланды, Португалия, и это лишь некоторые из них, заключил Питер Тейс. Отметим, что 15 июля президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев провел трехстороннюю встречу с председателем Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. В ходе трехсторонней встречи были обсуждены вопросы делимитации границ, продолжение переговоров по мирному договору, открытие транспортных коридоров, соединение Нахчивана с остальной частью Азербайджана, выводы незаконных воинских формирований с территории Азербайджана и их разоружения, а также вопросы, связанные с фактами контрабанды. Стороны также обсудили перспективы перевозки гуманитарных грузов, предназначенных для Карабаха, со стороны Барды Агдама, вопросы проживающих в Карабахе армян.